Здравствуйте, дорогие друзья! Это «Вдох-выдох». Меня зовут Станислав Крючков. Я рад приветствовать вас на канале Ходорковский Лайв. Непременно подписывайтесь, поделитесь ссылкой и своими мнениями в комментарии. Это то немногое, что мы можем сделать сейчас, чтобы поддержать свою солидарность, чтобы быть вместе друг с другом. Каждое ваше слово, подписка помогает в том, чтобы этот ролик появлялся в выдаче YouTube. Это наш способ. Сегодня наш гость – правовед, глава экспертной группы «Миссион по правам человека» в Беларуси и член Московской Хельсинской группы. И первый российский адвокат, выступивший в Европейском суде по правам человека в Страсбурге на первом публичном слушании по России. Карина Москаленко. Здравствуйте. Добрый вечер. Я очень рад вас видеть. Две темы, длящиеся. Это, конечно же, территории и мобилизация. И далее тема одна. Та катастрофа, которая происходит с нами на протяжении вот уже семи месяцев. Во всей ее полноте, я думаю, мы к ней вернемся. Вот давайте по порядку. Путин подписал и внес в Федеральное собрание конституционные законы о расширении территорий. Конституционные законы. Зорькин истово аплодировал в пятницу. Я сам этому был удивлен. Такой взрослый в годах человек с динамикой телодвижений. Весьма специфические референдумы, так называемые, проведены. Конституционный суд почти так же бодро, как это делал Зорькин, признал эти документы соответствующими основному закону. Четыре договора о присоединении. Сегодня Федеральное собрание одобряет. Карина, вот что с точки зрения международного права представляет собой и это действие, которое мы наблюдали в Георгиевском зале Кремля, и каковы последствия для страны и мира от новых, скажем так, территориальных обретений Российской Федерации? Ох, это дорогое приобретение. Настолько дорогое, что мы еще до конца не понимаем ту цену, которую мы будем за все это платить. Ну а что говорить о международном праве? Видите, последние годы, работая в основном по уголовным делам, я поняла, и мои коллеги это увидели, что российские власти создали какой-то свой собственный УПК, который не похож вообще на кодифицированное процессуальное право, каким оно должно быть, а сейчас они еще так же бодро, как вы выразились, создают так называемые общепризнанные нормы права. Вот это я услышала в устах наших руководителей и ужаснулась, потому что это действительность перевернутая наоборот. Простите, я сразу хочу заявить, что анализировать тонкости юридической техники этих документов, тонкости правовой техники, которую употребил Конституционный суд для определения всех этих обстоятельств, документов, событий. Невозможно. Просто заниматься этим бессмысленно. Бессмысленно. От начала до конца это все абсолютно нелегитимно. Любому здравомыслящему человеку, юристу это понятно. Это стало результатом совершенно сфальсифицированных референдумов. Вот эти последние документы. И мы, в общем, знаем уже, как все это происходит. Мы даже хорошо оборудованные выборы, отслеживая, замечали чудовищные взбросы. И я сегодня где-то даже себе записала, как проходили выборы, нам так отрапортовали. Знаете, ни одной конкретики, ни одной конкретной цифры, ни процентов. Вот явка очень большая, просто необычно такая большая, а процент проголоса вашего за очень высок, и это предсказуемые результаты. Знаете, так сразу подумал, да, конечно, это предсказуемый результат. Мы же понимаем, что происходит. Поэтому вот этот абсурд правовой. Я анализировать как юрист всерьез не могу. Не ожидайте от меня этого. Но речь-то идет не только о последних документах. Речь идет о том, в какой реальности живет Россия последние месяцы. Ну, для меня и годы тоже, потому что все тенденции, все, знаете, алгоритмы действий, которые повторялись, улучшались, усиливались. Мы наблюдаем уже много-много лет. И это очень легко видеть, когда ты занимаешься правами человека. Ну, у меня есть друзья, скажем, флористы, которые говорят, ну, знаете, мы не знаем про все эти пытки, мы занимаемся красивой стороной жизни. Не мешайте нам. Есть люди, которые занимаются ландшафтом. Я люблю своих друзей, но нельзя заниматься красивыми ландшафтами, если ты знаешь, что по соседству, там, как вот от нас в третьей тюрьме в Москве людей мучают. Вот я не могу спокойно к этому относиться. Ну, многие как-то относятся к этому индиферентно. И вот когда происходит февраль 22-го года, трагический, чудовищный февраль 22-го года, который, ну, перевернул жизнь уже даже тех, кто не замечал, что происходит. Просто по-разному перевернул. Некоторые стали очень сильно болеть за победу российских войск, и это их выбор. Некоторые стали с ужасом думать и видеть, и слышать, и понимать, что делает российские, российская военная группировка, на тот момент еще, ну, такая, не такая многочисленная, как ее теперь пытаются создать. Что она там творит техникой, кто погибает, сколько погибает. Мы стали себя об этом спрашивать. Но это вот с февраля, то, что продолжается с февраля, к этому относиться спокойно не может, наверное, никто. Но, к моему великому сожалению, население России сильно разобщено и поделилось на две части. Думаю, не очень неравные. И не хочу говорить ни о каких процентах, ни о каких цифрах. Я просто знаю, что некоторые осознают, что это преступление. Вообще развязывание войны – это преступление. Это надо отчетливо понимать. Даже тем, кто очень хочет зачем-то чужие территории, они зачем России нужны. Но, как я уже сказала, эта беда началась не в 22-м году. Все, кто занимаются не цветами, не ландшафтом, не приготовлением вкусных блюд, а хоть как-то связаны с правами человека, либо даже занимаясь этими всеми приятными делами, попадают внезапно в сферу внимания правоохранительных органов, которые я уже давно называю так называемые правоохранительные органы. Они замечают в последние годы, что с правами человека это совсем становится плохо. Люди все больше чувствуют себя незащищенными, а власть все больше чувствует себя неограниченной, неконтролируемой и творящей произвол безнаказанной. Вот эта безнаказанность, она, собственно, и является отличительной чертой последних лет. И у меня несколько дел в европейском суде, где просто, скажем, полицейские стреляли или даже застрелили человека, которого они пытались задержать правильно или неправильно, или там разбили ему там тестикулы, да, или еще что-то, или вот просто мальчика убили, да, и мама вот ждала решения европейского суда, она теперь его получила, российские власти не будут выполнять этого решения. И вот это и есть в чистом виде безнаказанность. Это вот то, с чем мы, юристы-правозащитники, юристы-международники, работающие в области международного права человека, мы это замечаем и отмечаем как произвол власти, ничем не ограниченный. И власть каждый раз берет под защиту тех, кто стрелял, убивал, задерживал незаконно, пытал. Вот в прошлом году на экраны вылились серьезные, очень серьезные, достоверные факты пыток. И все чувствительные люди ужаснулись. Но меня потрясает, как много нечувствительных людей в России. Они считают, что речь идет о каких-то никому неизвестных преступниках, которые получают по заслугам. И только тогда, когда дело касается их детей, они вдруг начинают все понимать. И тот человек, который мне всегда говорил, «Как ты можешь вообще, вот такая симпатичная тетка, что ты занимаешься защитой этих всякого отребья?» И тут вдруг раз, звонок, «Карина, ты знаешь, мой сын попал в беду!» То есть, понимаете, вот тот мальчик, он отребья, а мой сын – в беду. И вот это понимание позднее, оно только и влечивает от такого и дифферентного отношения к вопросам прав человека. Я, наверное, ушла в сторону, я все больше о своем, понимаете. Мы, Карина, безусловно, все по порядку это разберем. Смотрите, я предлагаю все-таки вернуться на пару шагов назад к тем самым документам, которые сегодня рассматриваются федеральным собранием. Вот в гражданском делопроизводстве есть такое понятие ничтожной сделки. Есть определение, наверное, какой-то в юриспруденции фиктивности и ничтожности решения. Но это для вас, для правоведов, для юристов. Реальный человек, он живет в пространстве закона, который, как говорил латинь, не «durolex sedlex», да? Суров, но закон. Он будет бить его хоботом по голове или чем обухом там он бьет. Вот как к этой ничтожности относиться, если она подкреплена а – силой оружия, и б – имеет форму закона. Эти решения, они будут оформлены в качестве изменений в Конституцию, в качестве изменений в основной закон нашей страны. И не считаться с этим рядовой человек, рядовой россиянин, коих наших с вами соотечественников 140 миллионов, не сможет. Вот что с этим делать, на ваш взгляд? – Ну, во-первых, это все заслуживает очень серьезного сожаления. И я очень сожалею о тех россиянах, которые не проявляют любопытства. Вот у меня поражает нелюбопытность нашего населения. Ну, загляните в какие-то анализы, в какие-то передачи, где проводят обсуждения, анализ норм, анализ того, как прошли эти так называемые референдумы. Загляните во все это, подумайте, может ли это хоть как-то быть легитимировано. Да нет, конечно. Но самое главное, все-таки точка отсчета, вы меня не надеетесь, вы меня не склоните к тому, чтобы я анализировала эти документы. Их правовое значение, как вы правильно выбрали слово, оно ничтожно. Я о другом хочу сказать. Что бы ни было решено в результате референдумов, без этих референдумов, вы спросите себя вот о чем. Можно критиковать все, что было до февраля, и нужно критиковать многое из того, что было до февраля 22-го года, но и многие совершенно не осознавали, что произошло в Крыму, если хотите, мы об этом немножко поговорим, что происходило в Донбассе, более того, видели страшную сторону страданий жителей Донбасса. И я разделяю эти чувства сочувствия, сожаления, глубокой скорби, если хотите. Но в 22-м году стало совершенно ясно, что уже не какой-то российский Крым, которым нам пытаются, которым пытаются, благодаря которому пытаются вызвать у российского населения сочувствие. Ну как же, разве это плохо, что мы забрали Крым, да еще, как говорят, без единого выстрела. Или Донбасс, ну вот мы же людей там защищаем, а 8 лет, а что вы делали 8 лет, а почему вы не жалели жителей Донбасса? Можно было спекулировать на этот счет довольно долго, и это у властей российских проходило. Что у российских властей не проходит, это вторжение 24 февраля этого года. Это вторжение в страну с ведением очень серьезных военных действий, жертвой которых являются люди, тысячи людей убитых, разрушенные города и все то, что несет с собой война. А ведь война несет с собой очень много не с одного раза предвидимых последствий. То есть почему ООНовские документы, которые определяют сущность агрессии как преступления, почему об этом сейчас говорится как о нарушении права на жизнь, о нарушении статьи 6 Международного пакта о гражданских и политических правах? Да потому, что агрессор, вторгаясь, начиная агрессивные действия, в Крыму якобы все было мирно. Донбасс, мы вообще туда якобы не входили. А что вы скажете 24 февраля? Что мы сделали? Решили добежать до Киева? Трехдневная, пятидневная война? Что мы хотели сделать? Почему мы оттуда вернулись? Почему за нами? А я всегда говорю за нами, потому что я, например, ощущаю свою персональную ответственность за то, что мы этого не предотвратили. Так вот, что мы несли? Смерть и разрушение на территории другой страны, суверенной страны, которая, оказывается, вообще не отдельная страна, и государственности там нет, языка там нет, это вообще недоразумение с русским языком. Это страшно, это оправдание вот этого, через вот эти позорные разговоры, разъяснения, что это вообще не страна и не люди, это граничит с тяжелейшими преступлениями, которые еще надлежит квалифицировать. И я не буду забегать вперед, хотя у меня есть уже для себя понятые моменты военных преступлений и преступлений против человечности. Но, простите, агрессия, агрессия, как нарушение прав человека, как нарушение международного права и причина нарушения права на жизнь, а иногда права на жизнь огромного количества людей, она осуждена, потому что агрессор будет нести ответственность практически за все последствия своей агрессии. Я спрашиваю себя и своих сограждан. Россияне, мы готовы нести цену этих действий армии, которую вы благословляете или ожидаете ее победы? Мы готовы нести монетарную ответственность и платить за все разрушения и за всю инфраструктуру, которая мелочь по сравнению с потерьми человеческих жизней. Вот за это мы несем ответственность и мы готовы такой ценой оплачивать желание навести порядок в соседней стране. Ну, у нас уже, знаете, да, много очень порядка во всем, чего не коснись. Вот мы еще должны сходить в Украину и там навести порядок. И я вас спрашиваю, в 20 веке мы пели песню «Хотят ли русские войны?» Я послевоенный ребенок. Понимаете? Я точно знала ответ на этот вопрос. Я в 21 веке вас спрашиваю, хотят ли русские войны? Мне говорят, да, хотят, они вот так вот относятся к этому. Не хотят русские войны. Нормальные русские, россияне, неважно, какой они изначальной национальности, россияне войны не могут хотеть. И знаете, что доказывает, что они не хотят войны? Вот эти очереди повсюду, на всех границах, когда люди бегут от войны. Когда? Как мой знакомый тогда говорит, ну, это меня не касается. Это вот когда с моим сыном проблема, вот тогда я это понимаю. И вот сейчас те люди, которые поддерживали, мне стыдно сказать, что мои соотечественники поддерживали эту позорную, страшную войну. Чудовищную войну. Но пока социология ведь говорит лишь о том, что после объявления мобилизации, то есть спустя 7 месяцев от того самого 24 февраля россияне лишь стали в два раза более тревожны. А общее настроение все еще позитивное. Это данные официальной социологии, фомовский опрос. Вот вы сказали... Я с большим подозрением отношусь к этой социологии, потому что люди предпочтут не делиться своими личными соображениями. В чем они признаются, это может быть как раз в тревожности, отвечая на правильно поставленные вопросы. Но посудите по этой тревожности обо многом другом. А чаще всего они не будут при этих опросах вообще откровенны. По многим причинам. И самое главное, вот мне говорят десятки тысяч, сотни тысяч, а миллионы уехавших не хотите, и это число будет расти. Как-то у них на фоне всего этого не задалось с Лиманом, с Харьковским фронтом, и уже разговоры о применении оружия. А вот с Лиманом, можно я сразу вам скажу свое мнение по Лиману? Вот вы говорите, есть документы, для людей это даже видимость какой-то легитимности. А скажите мне, пожалуйста, вот Лиман, а вслед за Лиманом может уйти другая территория, где состоялись такие референды. Мы чего каждый раз будем конституцию переделать? Да более того, там Запорожье-то еще не полностью контролируется этими войсками. Это удивительная история. Что наши власти делают? Я вам скажу по-простому. Они придуриваются. Только почему они из нас придурка пытаются делать? И почему мы идем на то, чтобы из нас власть делала придурков? Простите меня за простенький такой... Ну, это называется, наверное, мороком таким каким-то психологическим. А можно частный вопрос, Карина, задам? Вот ваш отец был командиром ракетной дивизии, да, он был генералом, фронтовиком. Вы во внутреннем диалоге моделируете какой-то разговор с ним и ответ отца на вопрос о том, что с нами случилось, как мы это все допустили, что, собственно говоря, натворили такого? Мой отец последние годы своей жизни, он, к счастью, не увидел всего другого, это к великому его счастью. Он ушел со своей эпохой, но последние годы своей жизни он говорил абсурд. Вот абсурд – это то слово, которое бы я применила по отношению к тому, что сегодня происходит. Понимаете, никакого сочувствия военные, которые хотят там добиться каких-то позиционных успехов, у меня это не вызывает. Если уж вы хотите их добиться, вы почему так бездарно делаете все, все ваши расчеты оказались нулевыми, цифры дутыми, вы опозорены и опозорили нас, россиян. И сколько еще мы будем отмываться от этого позора, я не знаю, мои дети, мои внуки, мои правнуки вероятно будут еще отмываться от этого позора, потому что то, что мы натворили, это долгие годы покаяния потребуются для того, чтобы Россия обрела, если такая страна вообще сохранится, обрела имя, как это напрашивается определенная параллель с предыдущей войной, вы понимаете. Я хочу сказать об отце, он мечтал быть врачом, это очень мирная профессия, но в 17 лет, когда он закончил школу, во время их бала, то есть к утру объявили вот эту мобилизацию, они все пошли, он прошел всю войну, он был смертельно ранен и посмертно представлен к ордену, и потом чудом выжил, тогда его однополчане этого даже не знали, и когда через 30, почти через 30 лет они нашли друг друга, я видела эти встречи, эти эмоции, это непередаваемо, и я еще, будучи школьницей, пионеркой, комсомолкой, я прошла все свои, значит, я была очень активной комсомолкой, я вам скажу, я вообще была человеком с промытыми мозгами, и поэтому сейчас кто-то презирает людей с промытыми мозгами, я, конечно, тоже с огромным сожалению к ним отношусь, но еще и с сочувствием, потому что я знаю, что это такое, искренне верить в ложную идеологию, но это другой большой вопрос, я просила отца, чтобы он пришел в школу к нам, ну все же фразовики ходят, что-то рассказывают, а ты-то, папка, ты-то такой герой там вообще, папа никогда не ходил ко мне в школу, и однажды, отмахнувшись от меня, сказал, кореш, ничего хорошего в войне нет, это страшная вонь, что-то еще он сказал, но я запомнила вот это слово, ужасающее какая-то вот, он употребил вонь, потому что под Сталинградом, где он дважды был ранен, но один раз, как я уже сказала смертельно, просто реально чудом вышел, когда он уже, как говорится, испустил дух на глазах своего ординарца, сегодня уже диагноз был поставлен, а в госпитале его спасли, так вот, вокруг него сотнями, тысячами гнили трупы, и он не хотел вспоминать эту войну, и он говорил о том, что, наверное, я неплохой стратег, наверное, я неплохим был полководцем, но какое счастье, что мы живем без войны, и мой дар полководца не востребован, вот такое было его убеждение, человека, который не до 45-го года воевал, а до 46-го, потому что, когда их отправили в Манжурию воевать уже с Квантунской армией, и заканчивали войну, они там, а я сейчас говорю, мне, мы с папой очень много спорили, как человек войны, как человек, идущий в бой за родину за Сталина, я не стесняюсь произнести эти слова, потому что я терпеть никаких подделок, вот было бы подделкой, если бы я это не упомянула, мой папа был необыкновенно интеллектуальным и совестливым человеком, а как вот это все сочетать? Когда у него началось прозрение, когда он командовал полком, он выполнял свое воинское дело, он был человеком воинского долга, когда он командовал дивизией, он тоже был с людьми, и надо сказать, это мне приятно вспомнить, солдатики к нам приходили простые, с папой советовались, и вот он был такой отец солдата, ну правда в ракетных войсках стратегического назначения ребята были очень интеллектуального и всесторонне подготовленные, это были, действительно армия такая была очень высокого уровня, вот так я вспоминаю, но при этом в какой-то момент его отметили и перевели в центральный аппарат Министерства обороны, ракетные войска, он сначала был в центре Москвы, потом их отправили во Власику и во Власике он собственно заканчивал уже свою службу и прозрел он, когда он увидел, что те идеалы, которые он и до конца жизни считал идеалами, будем справедливы и будем откровенны, что они попираются, он увидел размах то, что мы тогда не называли коррупцией, но он это как-то для себя называл и сосуществовать с этим он не мог, и заканчивал работу он уже в природоохранном ведомстве, где он был заместителем главного эколога и не вспомню его должность по охране окружающей, эксперта по охране окружающей среды, и он мне говорил, что вот со всеми запусками, он запускал белку со стрелкой, и он вообще стоял у истоков космонавтики, он страшно переживал, что орал, говорит, мы испортили, нам надо как-то экологию возвращать, нам надо глубоко извиниться перед природой и что-то сделать, то есть вот у него прозрение пошло по целому ряду направлений и его мысли, в том числе духовные. А вот скажите, эти люди, которые сейчас творят то зло, те преступления, о которых вы говорите, они способны не к прозрению, я, пожалуй, что не решусь употребить это слово, а хотя бы к осознанию происходящего, не сейчас, но в будущем, потому что в текущем моменте они даже в первом приближении этого не демонстрируют, как вы думаете? Стас, я вам честно скажу, я человек верующий, и я всегда, и еще к тому же я адвокат, я очень часто посещаю в тюрьмах людей, которым, ну, вроде бы нет прощения, например, я знаю своих подзащитных, которые, ну, действительно, трудно вообще понять и простить, это почти невозможно, и я смотрю, как они меняются постепенно, и это не только сила обстоятельств, это бывает очень глубокое прозрение и глубокое покаяние, но нельзя не оставлять людям, нельзя не оставлять людям надежды на то, что они прозреют, на то, что они смогут покаяться, и я очень надеюсь на российское покаяние, понимаете, вот я странная россиянка, да, и я армянка по маме и по папе, я родилась в Баку, и это моя родина, Азербайджан, я испытываю любовь ко всем нациям, у меня вот так сложилось в жизни, ко всем нациям, я знаю, как папа любил своих азербайджанских друзей, одноклассников, мы в Москве принимали их, любили их, дружили всегда, да, конечно, и мама, и папа армяне, их родители пережили то, что армяне называют геноцидом, с моей точки зрения, абсолютно законно и обоснованно называют геноцидом, я в то же время выросла в Украине, так получилось, что моим первым языком был украинский, потому что я вот сегодня рассказывала, я была на шестидневке в Сидне, и когда я пришла, папа-друг сказал, Нина, смотри, а она же говорит по-украински, вот украинская мова была моим первым языком, потом папа служил в Белоруссии, и я училась там, потом в Литве, и я учила литовский язык, и сейчас мои литовские друзья с хохотом слушают, когда я рассказываю стихотворения на литовском, я где бы ни жила, я всегда старалась выучить язык, сейчас мне приходится жить и работать в Страсбурге, я не думала, что мне пригодится французский, потому что я думала, что я буду работать на английском, я таки работаю, и на русском, и на английском, Но нельзя жить в стране и постепенно не выучить язык. Я приезжала работать в Узбекистан, я изучала некоторые фразы, чтобы людям, которым я приходила в судебное заседание или потом на лекции в Узбекистан, чтобы им было приятно, что кто-то уважает их язык. То есть, вы знаете, я просто на самом деле... Ну, а выросла я вообще в глубине Псковской области. Даже многие не знают такого города, город-остров. И мне так важно. Я люблю островичей, я люблю псковитян. Я закончила там школу, и мы всегда говорили, что мы скобари. Я чувствовала себя очень русской. В то же время, вот вы видите теперь, какая сложная у меня биография. Я люблю всех. Я настоятельно рекомендую всем людям, никогда не говорю, ах, эти вот такие-то. Ах, эти... У них вот такие-то черты характери. Ах, вот понаехали. Ах, вот заполонили. Вот сейчас во всех этих республиках, которые принимают россиян, бегущих от войны, очень скоро может наступить большая усталость от этого. И от российских беженцев, и от белорусских, и даже от украинских, которые все сочувствуют им. Это все по-человечески понятно. Но эти республики, которым некоторые россияне относились свысока, вы посмотрите, как они принимают россиян. Мне приходится бывать в странах Центральной Азии по работе, в странах Закавказья по работе. Я все это наблюдаю, вижу, я там веду семинары, я там встречаюсь с юристами, и не только с юристами. Люди, человеки, человечество, давайте остановимся в этой розни. Позвольте каждому жить, как он живет. Не помышляйте о забоевании чужих территорий. В 21 веке это не просто глупо, не просто постыдно, это преступление. Я вам скажу больше того. Сейчас я живу в интереснейшей стране в стране. Альзас. Альзас – это такая вечная спорная территория. Она была несколько раз немецкой, французской, немецкой. Вы понимаете? Да, там очень многие люди говорят, особенно в малых городах, в селах, говорят по-немецки. И они впитали на сегодняшний день самое полезное, самое красивое, самое лучшее от немцев и от французов. И это такая часть Франции, очень немецкая часть Франции, где люди научились жить в мире. И более того, Страсбург и Альзас стали же символом дружбы между всеми европейскими народами, всеми народами, населяющими Европу. Сейчас, наверное, вот кроме Беларуси все входили в Совет Европы, сейчас Россия вышла, ну и еще одна маленькая территория спорная тоже, не будем сейчас углубляться. Вся Европа считает Альзас, ну, Страсбург, да, столицей всей объединенной большой Европы, не Европейского Союза, куда входят не все государства, а именно Совета Европы, и я считаю, Совет Европы одним из самым замечательным созданием современного человечества. Карина, ну, смотрите, вот насколько этот каток глубоко, извините, что я вас прервал, прошелся сейчас по всей этой Европе, рассказал путинский каток прежде всего, что это объединение, это чувство, ну, готовности прийти на выручку друг к другу, да, оно должно вновь воссоздаваться. А на сегодняшний день, вот в короткой перспективе, что мы фиксируем? Правозащита, которой вы посвятили всю жизнь, да, должна и вынуждена существовать в условиях войны, когда присутствие России, а вы российский адвокат, в международных правовых структурах, ну, это настолько условная вещь, потому что, собственно говоря, сама Россия демонстрирует к этим международным правовым структурам такое презрение, что я задаюсь вопросом, а как работать правозащитнику сейчас? Вот вы говорите, вы задействованы там, сям, в пятом, в десятом месте, но в своей стране этих возможностей, кажется, не осталось, или я не прав? Вы не правы. Во-первых, вы не совсем правы в том, что Россия нигде, россиян невозможно защищать с помощью правозащитных механизмов. Сейчас я вам пару примеров приведу, и мы с вами подумаем, действительно ли все так тяжело. Конечно, участие России в международных делах, оно сужается, и в особенности правозащитных, так называемом, человеческом измерении, сужается просто до критической массы, и мы очень боимся, чтобы не произошло еще большего. Не правы вы и в том, простите, что российские власти демонстрируют презрение к этому. А что они демонстрируют? А вы кого считаете за российские власти? Тот, кто может прийти с молотком и двинуть тебя по голове, в конце концов, кто придет и арестует тебя, тот, кто сейчас мобилизует 300 тысяч, а на самом деле неизвестно большее число, видимо, моих соотечественников, и забирает их туда, где им даже форму не могут выдать. Да, да, да. Это все страшно. Это все страшно, но российские власти не хотели уходить из Совета Европы. Я вам это могу доказать арифметически. Просто не буду сейчас на это время тратить, будет специальный разговор, я вам просто по месяцам продемонстрирую истинные намерения российской власти. Ну, тех, кто занимается международными делами, тех, кто не сейчас по указке несут такую, простите, абсурдную, стыдную чушь, что, по-моему, они сами не хотят просыпаться вообще, чтобы вот это произносить с трибуны ООН или все, что говорилось в Совете Европы. Не хотели российские власти, если говорить в общем, те ведомства, министерства, которые занимались этими вопросами, они не хотели выхода России из Совета Европы. На данный момент с 16 сентября развод и девичья фамилия, да? Сейчас про 16 сентября обязательно поговорим. Их изгнали оттуда, и тогда на следующий день они сказали, да не очень-то и хотелось. А вспомните, что произошло на Генассамблее. На Генассамблее ООН, а для нас очень важный орган, Организация Объединенных Наций, потому что она была создана после Второй мировой войны, где Россия потеряла так много людей. И для нас это был, ну, орган, где, во всяком случае, Советский Союз имел членство в Совете Безопасности. И заслуженно или незаслуженно, сейчас стоит об этом подумать, Россия унаследовала это право. И она сейчас блокирует все резолюции, которые могли бы поставить на место распоясавшуюся военщину. Мы это блокируем, и это долго так продолжаться не сможет. Но когда на Генассамблее решался вопрос о том, оставаться ли Россия членом, постоянным членом Совета по правам человека, очень важный, ключевой орган в вопросе прав человека, да? Вы посмотрите, какая горстка государств голосовала за Россию. Подавляющее большинство были против. Против или постарались воздержаться. И за Россию, я не хочу перечислять, страны, которые были за Россию. А в сознании обманутого россиянина мы воюем с какими-то неведомыми заокеанскими противниками. С сатанистами. А Европа, оказывается, вообще не имеет права голоса. Она вообще выполняет указку Соединенных Штатов Америки. Вообще, если бы россияне представляли бы себе расстановку сил, и это не только экономика, это есть Соединенная Европа, объединенная Европа, которая сегодня важнейший актор или важнейшее действующее лицо. И российские власти вот так походя, я когда слушаю вот эти вот перлы нашего Министерства иностранных дел, вот где походя так небрежно вообще всю Европу там ставят на колени перед Соединенными Штатами Америки, думаю, что это большая лесть Соединенными Штатами Америки, когда сбрасываются счетов весь мир, который голосует против России, и это реакция на ту агрессию, о которой мы сейчас с вами говорим, вот тут нас изгоняют, но изгоняют, ну, мягко скажем, приостанавливают членство в АСПЧ. и мы опять делаем вот этот же самый, как говорится, финт в спорте и говорим, а мы сами не очень хотели, мы вообще досрочно отзываемся, зато у меня часто бывает, приходится в Женеве видеть, как российские власти пользуются сейчас статусом наблюдателя, ну, конечно, им не очень-то хотелось, но теперь они на вторых, ну, на десятых ролях, неважно, наблюдателями и стараются все-таки как-то поучаствовать. А вот все меньше и меньше, вот сжимается как шагренивая кожа, и теперь вы мне скажете, ну, тогда уж точно мы не можем защитить россиян международных. Ну, конечно, так и скажу. Нет, так и скажу. Не так. Вот я вам сейчас скажу. Чем мы занимаемся на семинарах, вот была я в Ташкенте, была я в различных столицах Закавказья, в столицах Центральной Азии, сейчас вот в Самарканде будем проводить. Мы рассказываем теперь уже не только там узбекским или кыргызским юристам-лойерам, рассказываем российским лойерам, каких успехов добились представители юридического сообщества этих стран в ведении дел в Комитете по правам человека, ООН. Ну вот мы ратифицировали и Международный пакт о гражданских политических правах, и в октябре 91-го года специальный факультативный протокол к этому пакту, и мы признаем компетенцию, юрисдикцию этого органа, и у нас есть выигранные... Это все совершенно чудесно, совершенно справедливо. Но как объяснить адвокату, который выносит приговор Ивану Сафронову со сроком в 22 года, как объяснить следователю, ведущему дело адвоката Талантова, да, которому грозит 15 лет, как объяснить следователю или суде, который выносит приговор Горинова, семилетний, и совершенно таким образом сбрасывающий, вот я даже не знаю, как это цинично один месяц на апелляции, что все эти механизмы работают. Где же они работают? Вот эти люди сидят, они находятся... Вот что делать в этом конкретном периоде? Механизмы европейского суда заработали не сразу, к сожалению. Были проволочки, я думаю, очень сильно предусмотренные кем-то хитроумным, не в 98-м году, когда была еще другая страна, не в 99-м году, ни в 2000-м, не было... Вот вы сами сказали, я впервые участвовала в слушании в деле против Российской Федерации, я вообще на самом деле всегда называла дела против Чехии, против Финляндии, против Италии, против России, это дела за Финляндию, за Россию. Почему? Потому что получая одно решение, ты защищаешь не только одного, скажем, Калашникова, то первое слушание, о котором вы говорите, оно произошло только в сентябре 2000-го года, и в это время мы упустили огромные возможности. Кто-то занимался этими проволочками, я даже могла бы сказать, кто, как это все тянулось, то у нас судей не было, то у нас не было, еще чего-то. В итоге, по-настоящему механизм европейского суда, когда в него никто не верил, заработал, ну, в полную силу, может быть, к пятому, шестому, седьмому даже году. И когда заработал, то российские судьи, сначала отрицая вообще какую-либо полезность этих знаний, а потом приобретая эти знания на специальных семинарах, мне приходилось судейскому сообществу рассказывать, что есть право на справедливый суд, почему вы здесь нарушаете, где, почему мы будем, почему европейский суд будет считать это нарушением, почему вот этого нельзя допускать и так далее, они в какой-то момент адвокатам говорили, это на моих глазах, подождите, адвокат, вы говорите о таком-то прецеденте, а там совершенно другая ситуация, вы вот ближе к этой ситуации приведите прецедент. Вот как российские судьи уже в 90-х годах начали понимать и начали использовать конвенцию, я уже не говорю о конституционном суде, который мы уважали в другом составе, да, они всегда ссылались и на решение европейского суда, когда это нужно было, и если нужно было, на решение комитета по правам человека, организации объединенных наций, конечно, потеряв европейский суд, потеряв этот серьезнейший механизм нормализации правовой ситуации в России, защиты прав человека, мы лишились очень многого. Я не буду вам говорить, сколько жизней мы спасли, я не буду вам говорить, сколько людей добились отмены приговоров и тому подобное. Я просто скормлю вместе с вами и с любыми россиянами, которые заботятся о том, чтобы российские граждане имели защиту, и не только граждане, любые люди, которые находятся в юрисдикции нашего государства, имели бы такую эффективную защиту, каковой является Европейский суд по правам человека. Это не абсолютно идеальный орган, абсолютно идеальных судов просто не бывает, их никто никогда не создал. Я вполне в конкретную плоскость хочу перевести. Эффективные это, я не знаю механизма. Вот смотрите, этот отложенный эффект, применим к делам, которые решаются сейчас, вот с этими сроками, которые я назвал, даже при приостановленном членстве. Да, послушай, оно у нас приостановлено в СПЧ, но не в КПЧ. Давайте мы не будем вводить заблуждения наших слушателей и зрителей, это очень важно, чтобы они понимали, приостановленное членство в СПЧ, это один вопрос, это вопрос там престижа, скажем, да, участвовать в решении вопросов, связанных всемирных вопросов. Это все важно, но Комитет по правам человека, который в определенной ипостаси участвует в рассмотрении индивидуальных жалоб, такой же квазисудебный орган, то есть Европейский суд, это судебный орган у него, и слушание бывает, он рассматривает дело только по документам, но это состязательные документы, и российские власти совсем недавно по одному из очень важных дел, в общем-то, актуальных дел, по одному убийству очень видного российского деятеля, наконец, дело дошло до рассмотрения, и они ответили, они мотивировали, они участвовали в этом состязательном процессе, и сейчас мы должны представить возражения на их меморандум, то есть эта процедура действует, и сейчас у нас есть новые зарегистрированные дела, в том числе дело по защите Дмитрия Талантова, мы считаем своим долгом отстоять Дмитрия Талантова, мы в срочные процедуры обращались, кстати, срочные процедуры это не квазисуд и несут, но это очень эффективные механизмы, в которые надо обращаться людям, если они подверглись произвольному задержанию, если они подвергаются пыткам, если существуют какие-то обстоятельства, которые могут быть решены в более срочном порядке, нежели рассмотрение дела по индивидуальной жалобе в Комитете по правам человека ООН, мы, кстати, там выиграли все наши первые дела, еще у нас европейского суда не было тогда, и вы знаете, большой проблемой, почему многие перешли на процедуру европейского суда, потому что там механизм исполнения решений был намного эффективнее, он был отработан 14-м протоколом до тонкости, и можно было заставить страну-нарушителя, к сожалению, не сразу, к сожалению, Комитет министров проявлял, с моей точки зрения недопустимую мягкотелость можно было поставить на место те власти, которые не выполняют решения европейского суда намного раньше, и заявить этот голос международного сообщества раньше, но тем не менее исполнялись решения. Очень много решений, по которым менялась ситуация, восстанавливались права человека, менялись приговоры, менялось законодательство, и власти знали об этом, а Комитет по правам человека только сейчас начинает добиваться исполнения решений, там теперь тоже процедура исполнения решений продумана, и будем этим заниматься все вместе. Карина, смотрите, ведь вы говорите о механизмах тонкой настройки, вот одно дело конкретного адвоката, да, главы адвокатской палаты целого российского региона, да, дело известного журналиста, да, дело муниципального депутата, это медийные дела, но на сегодняшний день ужесточение российского уголовного законодательства носит настолько шквальный характер, что они касаются не одного, а десятков, сотен и даже тысяч людей, и разгребать это предстоит, может быть, даже уже тогда, когда эти люди свои сроки отсидят, это части чьих-то жизней. мы не знаем, когда закончится эта страшная история, не знаем, чем она закончится, но история все-таки, она, ну, вещь достаточно предсказуемая, если использовать опыт, скажем, многих войн, то все войны заканчивались, вот, и нет такой войны, которая там в истории осталась бы совсем незавершенной, они могут вспыхивать заново, люди, человечество не достигло такого уровня гуманизации вообще всех сфер жизни, чтобы отказаться совсем от войны, надеюсь, что оно, не знаю, при моей или жизни, дойдет до этого уровня гуманизации, но мы не знаем, чем это закончится, и как скоро, и это может закончиться, знаете, Россия такая удивительная страна, я помню хорошо август 91-го года, и для меня это было очень неожиданно, и предсказывать мы не беремся, но рано или поздно человечество уже не может игнорировать или не обращать внимания на права человека, когда выработаны все основные стандарты защиты права человека, рано или поздно к этому придем, и очень многие мои подзащитные сейчас просят успеть подать жалобу не до 16 сентября, вы сказали, я вам обещала для наших зрителей, слушателей объяснить ситуацию, Россия ответственна за все нарушения, которые произошли до 16 сентября 22 года, потом они исчерпывают средства правовой защиты, и потом в течение шести месяцев, с момента последнего окончательного судебного решения, еще есть возможность подать жалобу, это будем так считать, может быть и не год, и может быть и не два по каким-то делам будет длиться, и если некоторые сегодня отказываются от своих жалоб, и считают, и говорят, вот да, я уже на пути получения позитивного решения, но оно мне не нужно, я, например, освобожден уже, или я опасаюсь вести это дело дальше, то многие, у меня есть такие мальчики, приговоренные к 24 годам решения свободы, и они ни на минуту не оставляют надежду, что если их дело будет рассмотрено, будут даны правовые оценки, и будет принято решение, то рано или поздно они будут в состоянии доказать свою невиновность, есть у меня такие подзащитные, есть люди, которые лишились своей собственности, говорят, да, сегодня я ничего этого не верну, но если первая статья первого протокола будет признана нарушенной, рано или поздно мои дети, но они восстановят свои права, варварски нарушенные государством просто способами близкими к рэкету, понимаете, все ситуации разные, я надеюсь, я очень надеюсь, что эта страшная война, позорная, грязная, кровавая, завершится как можно раньше, и я очень надеюсь, что Россия должна идти в Совет Европы, но не назад в Совет Европы, а вперед Совет Европы, потому что мы должны прийти туда на новом уровне, осознавшим нет нарушения прав человека, вот беда последних лет, у нас была такая женская организация, мы никогда ее нигде не регистрировали, это был такой, скажем, интеллектуальный женский клуб, или мы, издеваясь над собой, говорили, и женсовет, ну, я не буду перечислять замечательных женщин, которые в него входят, и я без их согласия не могу этого сделать, но мы встречались, обсуждали, три беды мы видели, милитаризацию мы ее чувствовали, я могу вам много элементов надвигающейся милитаризации с довольно давних пор привести, я уже не говорю о военных судах, трибуналах, которые, ну, раньше они назывались трибуналы, потом военные суды, которые рассматривали дела совершенно гражданских лиц, некомбатантов, ну, просто абсурд, да, и многие другие примеры, милитаризация и милитаризация языка, страшная милитаризация, и к чему она привела, вы сами видите, а вторым страшным симптомом вот надвигающейся беды мы видели изоляционизм, не все, вот вы говорите, российские власти не обращали внимания на международные органы, еще как обращали внимание, и считались, и пытались доказать, что не было допущено нарушение, или что это было не то нарушение, они боролись, они старались быть в общем кругу равноправным членом союза государств, который называется Совет Европы, все это было, и также в комитете по правам человека ООН, но шли серьезные посылы на глубочайшее отторжение и общемировых ценностей, да, вот они сейчас создали какие-то свои общемировые ценности, и как-то их придерживается, это страшно даже представить, как можно так обмануть россиян, я не представляю, и вот эти тенденции изоляционизма, они были заметны, и мы считали, что это абсолютно тупиковый путь, и третье, это всемирное попрание прав человека, когда вдруг выясняются массовые пытки, и не происходит ничего, а вы посмотрите, что вот на днях произошло с ОНК, вместо разогнанного ОНК, там люди, которые... даже Валерий Борщов, я уже не говорю обо всех остальных, и вы понимаете, какой это ужас, все достижения наши, мы за этот закон многие годы боролись, его добились, его сначала применяли очень эффективно, потом все время снижали и снижали, как бы отвоевывали, силовые структуры отвоевывали свое право быть неподконтрольными, быть независимыми отзаку. Они отвоевали же, Карина, они отвоевали это право, на сегодняшний день они играют игру. Но это не навсегда стало! Слушайте, Карина, я бы рад был разделить ваш оптимизм, и я его в душе абсолютно разделяю, но я вижу горизонт, который нам очерчивает власть. Сегодня, возвращаясь к разговору о вашем отце, вполне на уровне реальности обсуждается даже не гипотетическая перспектива, а вот возможность применения тактического ядерного оружия. Я не мог себе об этом даже подумать в своем детстве, в своей юности еще пару лет назад, а сейчас об этом говорят как о чем-то вот на расстоянии вытянутой руки от нас находящимся. Поэтому вот не в плане идеализации какой-то, не в плане расчета на... А вот исходя из перспектив вот вы человек, вращающийся в этих Страсбургских кругах, в структурах ООН, в структурах Совета Европы, в структурах Совета по правам человека. Скажите, там обсуждается на уровне реального допущения возможность создания суда за угрозу вот этим ядерным оружием раз, за военные преступления. Мы близки к появлению такого трибунала. Он хоть как-то, хотя бы на уровне идеи оформляется на сегодняшний день, потому что понятно, что ответственный должен понести наказание. Абсолютно с вами согласна. Есть сегодня уже задействованные структуры правозащитные. Значит, Европейский суд по правам человека принял нашу жалобу от большой группы теперь уже украинских заявителей, жизнь которых была сметена. Они покинули свои жилища. У кого-то разрушенный дом, у кого-то не разрушенный, но он должен был уехать со своими детьми. Престарелых родителей невозможно было эвакуировать. Оставляли, родители наставили. Это такая была трагедия. Она коснулась сейчас любого, любой может быть заявителем по такой жалобе. И к ней, к этой жалобе присоединяются все новые и новые группы заявить. Это Европейский суд по правам человека, когда мы говорим о международном праве в области прав человека. Теперь берем международное уголовное право. Тоже есть механизмы, они для тех стран, которые не признали римский статут, они недоступны. но все процедуры разработаны. Есть международное гуманитарное право, которое будет, конечно же, заниматься этим вопросом. И если те страны, которые не могут быть субъектами рассмотрения дела, будут нуждаться в этом механизме, то об этом говорится уже и в Страсбурге, и в других, и в Женеве, и в Гааге, и во многих юридических международных кругах, о том, что, возможно, такой трибунал потребуется специальный, то есть не общепринятый, при том, что разные органы будут рассматривать некоторые дела, но общую картину можно будет, возможно, поднять только в спецтрибунале. Человечество не оставит это безнаказанным, это совершенно точно. Но в какой форме это будет происходить. Сейчас очень многие об этом задумываются, спорят, и вот сейчас проходит очень много конференций, где доктрину и концепцию рассмотрения этих вопросов прорабатывают серьезные специалисты в этой области. вот я специалист в области прав человека. Я понимаю все, как это должно быть в Страсбурге, в Европейском суде по правам человека, как это будет и межгосударственная жалоба, безусловно, и жалоба отдельных заявителей, потому что от войны пострадали все. Вы знаете, вот я сегодня на одном совещании предложила еще одну концепцию. Россияне, очень многие, пострадали от этой войны. И они вправе обратиться в Европейский суд за защитой своего нарушенного права. И это очень интересная концепция, потому что есть понятие лишения жизни, права на жизнь, как недопустимость лишения жизни, а есть позитивные обязательства государства по праву на жизнь и российским властям той из них части, которая этого не осознает. Неплохо бы поучить матчасть. Ух, Карина, хотели бы они ее учить. Они не могут выучить уроки своей собственной истории. Я благодарю вас за этот разговор, который вашими бустами. Спасибо вам огромное за то, что сегодня присоединились к нашему эфиру. Благодарю вас. Спасибо и вам. Спасибо. Друзья, дорогие, сегодня нашей гостьей стала адвокат, правовед, глава экспертной группы «Миссион» по правам человека в Белоруссии, член Московской Хельсинской группы и первый российский адвокат, который выступал в Европейском суде по правам человека на первом публичном слушании по России. О, как давно это было. А теперь Россия с Советом Европы дружит не очень хорошо Карина Москаленко. Я думаю, это важный разговор, разговор, который должен быть продолжен на Ходорковский лайв. Подписывайтесь на наш канал, делитесь ссылкой на это видео и оставляйте свои комментарии. Я, Стас Ключков, прощаюсь с вами, но новости на канале не останавливаются. Впереди воздух. Прямо по завершении этой трансляции вы окажетесь в новой. Обратите на это внимание. Берегите себя и удачи. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова